И, по вашему мнению, тенденции имеют внимание обратить при выборе профессии. Одним из первых на встречу губернатора со школьниками звучит вопрос Даши Зюзиной. В голосе девушки волнение, ведь тема поступления актуальна для всех абитуриентов этого года. Даша говорит, не ожидала, что получит такой развернутый ответ. Виктор Толоконский с удовольствием не только поделился личным опытом, но и призвал 11-ти классников не отказываться от мечты. Для меня, как для всех выпускников, сейчас особенно актуален вопрос этого выбора пути. И мне было интересно узнать мнение того человека, который выбор этот уже сделал, и тем более, который доволен тем путем, который сложился у него в жизни. Вопрос родился у меня спонтанно, я не думала, что буду задавать вопрос из этой области. Тема образования стала одной из ключевых на встрече. Виктор Толоконский пообещал, половину студентов будут набирать по контракту. Учиться они будут бесплатно, но потом несколько лет придется поработать на государство. Касается это врачей и учителей, но не менеджеров. Звучит хорошо, и люди идут учиться. Какая разница, лишь бы на улице не были. Как это, какая разница? Мне надо, чтобы они специалистами были классными, а не менеджерами. Поэтому, говорю, будем финансировать только то, что востребовано. Не менее актуальны оказались для школьников проблемы с транспортом и экологией. Много вопросов задавали и об универсиаде. Толоконский заявил, такой инфраструктуры, как у нас, не будет нигде в России. Красноярск в ближайшие годы – это такая мека для спорта. А это значит много туристов, много соревнований. Каждый год будут этапы Кубка мира, чемпионаты Европы, России. Это будет все время спортивный праздник, спортивные события. И заключительный вопрос о карьере Толоконского. Под занавес встречи губернатор пожелал всем, кто только ищет себя. Неважно, какой путь ты выберешь, главное – делать работу лучше других. И получать от этого удовольствие. Спасибо. Ирина Денисенко, Михаил Масленников, Афонтова. Новости.